Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Сегодня мы поговорим о не очень популярной процедуре, это осветление брови. Но все же есть клиенты, которым эта процедура нужна. Поехали! Что нужно знать о процедуре осветления брови? Первое и самое главное, что данная процедура подходит только для осветления натурального меланина. Что это значит? Это когда у клиента сами по себе брови темные, черные, а клиент хочет сделать их светлее. Если же клиент просто окрасил брови краской, например, в слишком темный цвет, и он хочет здесь делать их светлее, то осветляющие продукты для этого не подойдут. Еще раз, осветляющие продукты работают только с натуральным меланином. В каком случае и какому клиенту нужна данная услуга? Например, клиент, на примере себя, да, расскажу. У меня есть клиент, она из Азербайджана, у нее очень-очень темные, густые, черные брови. И она сделала себе волосы на голове светлее, да, она стала практически блондинкой. И брови стали очень сильно выделяться. Таким образом, да, нам хочется и бровь сделать светлее, и нам не нужно окрашивание кожи. То есть здесь тоже очень важный момент, что после осветления бровей вы не сможете прокрасить кожу, потому что волос у вас сразу снова затянется. То есть данная процедура подходит только для тех, у кого очень густая и темная бровь. Ранее мы делали осветление различными пастами, но в чем был их момент, да, что меня в них не устраивало? Во-первых, это то, что процедура, так как является не очень популярной, все пасты, они начинают засыхать. То есть когда ты открываешь тюбик, месяц-два паста засохла, она уже непригодна. Ты вроде бы сделал только 2-3 процедуры, а уже состав нужно менять. Это первый момент. И второй момент это то, что выходит желтый пигмент, да, если ты чуть-чуть дольше перегружал, выходит желтый пигмент. Поэтому мы сделали для себя, для работы, утрамариновую пудру. Она имеет такой легкий фиолетовый оттенок и с ней очень легко работать. Пудра не портится, вы можете ее использовать, срок хранения целый год, да, после открытия. И можете ее спокойно использовать, с ней ничего не произойдет. Сейчас я вам покажу, как осветлять брови, как смешивать. Не знаю, я покажу не на бровях, а на хвостиках, да. И покажу именно мою технологию. То есть я не осветляю до желтого меламина. Я осветляю до нужного мне цвета. И далее уже не тонирую. Сейчас вы поймете. Я взяла пучок волос, максимально темный, который нашла. Это натуральные волосы, они не окрашены. Разделила его на два. Один у нас пучок с синей ниточкой будет у нас контрольный. И с белой ниточкой мы будем его осветлять. Для того, чтобы потом сравнить. Как правило, клиент у нас не хочет сделать брови прям блонд-блонд. Он хочет осветлить буквально на один-два уровня. Поэтому нам важный момент не передержать пудру. Как мы смешиваем? Мы берем пудру. И добавляем окислитель. Окислителя мы добавляем в два раза больше. Окислитель я добавляю из серии Smart Brow Tintensive 3%. Есть осветляющие продукты, которые идут 6% окислителями. Но на самом-то деле это очень жестко для бровей. Поэтому 3% окислителя нам будет предостаточно. И кладу его в два раза больше. Далее начинаю смешивать. Мне важно, чтобы моя пудра хорошо растворилась в окислителе. Если я буду видеть, что что-то у меня не растворилось, можно еще чуть-чуть добавить больше окислителя. То есть мы окислитель я добавляю в 2-3 раза больше, чем у нас идет пудра. Хорошо перемешала. Пудра очень быстро растворяется. Вы видите, у нее такой сразу фиолетовый подтон. И я беру свой хвостик и наношу состав. Когда вы наносите на брови, вы должны учитывать, там, где температура выше, там у вас осветление будет намного быстрее. То есть возле корня волоса осветление будет у вас намного быстрее. Там, где я осветлю края, здесь чуть-чуть оставлю, чтобы было тоже видно результат. Кончики волосков осветляются дольше. Поэтому, если у вас и толстые волоски осветляются дольше, вы смотрите на свою бровь. Если у вас, например, начало брови более плотные волоски, более темные, нанесите изначально туда, а потом уже полностью на всю бровь, например. И важный момент, нужно смывать раньше, чем вам нравится результат. Потому что, когда волос мокрый, он кажется темнее. А потом вы, когда его смыли, высушили, и вы видите, что уже цвет стал светлее, чем вам хотелось бы. Кроме того, пудра, она реагирует в течение 30 минут. То есть вы можете замешали, нанесли, смыли, например, где-то вам еще хочется подсветлить, вы взяли этот же состав, да, и нанесли повторно. Мы сейчас будем выдерживать, ну, буквально минут 5, не больше. Во-первых, из-за того, что у нас холодная палитра, будет идти реакция дольше. На бровях реакция будет идти еще быстрее. Поэтому вам важно наблюдать за всем происходящим. Когда в следующий раз к вам клиент придет на осветление, у него отрастет только корень, да, а часть волоса, она уже будет осветленная. То есть вы наносите тогда только на корешки, да, при повторном осветлении, например, только на корешок. А часть, где у вас уже было осветление, вы не трогаете. Итак, у нас прошло 5 минут. Мы смыли, высушили волоски и видим, что они у нас стали светлее. И меня данный цвет абсолютно устраивает. Если же вдруг так произошло, что вы смыли, цвет вас не устроил, то есть видео, уже записанное заранее, как правильно затонировать волос, либо нейтрализовать нежелательный цвет. Поэтому обязательно посмотрите его. И так ты смотришь просто красивый коричневый цвет волосков. И кажется, как будто бы ничего не изменилось. Но для этого мы и сделали с вами контрольную прядь, для того, чтобы посмотреть, что у нас на самом деле практически на 2 тона наши волоски стали светлее. Но цвет очень красивый. Как вы видите, все очень легко и просто. И теперь вы знаете, что делать с клиентами, которые хотят сделать волоски немного светлее. Надеюсь, информация для вас была полезна. Обязательно отмечайте меня в сториз. Самые классные сториз получат от меня вот такие футболки. Всем пока!